Здравствуйте, меня зовут Нателла Валабикян. Я поэт, прозаик, член Союза писателей Армении, Москвы, Евразийской творческой гильдии, автор пяти сборников поэзии и прозы. Позвольте прежде всего поприветствовать участников фестиваля и пожелать вам творческих, всех творческих благ. Поскольку мой рассказ «Бабочка-иммигрантка» попал в финал конкурса Open Eurasia, меня попросили сказать несколько слов. Начну с рассказа. Рассказ «Бабочка-иммигрантка» посвящен моей свекрови Розе Парунян, которая является дочерью беженцев геноцида армян Турции. Этой очень болезненной темой для моего народа мне хотелось коснуться не в трагическом ключе темы смерти, а в жизнеутверждающем, через жизнеутверждающий принцип возрождения, победы жизнью над временем и расстоянием и связи со своими корнями. Пару слов о моей биографии. Я родилась в Армении, в Ереване, прожила там пять лет. После этого наша семья переехала жить в Москву, где я закончила среднюю школу и начала писать стихи в 16-летнем возрасте. Через два года наша семья переехала жить в Лос-Анджелес, где живу уже более 30 лет. Здесь я получила филологическое, искусствоведческое, а позже высшее финансовое образование. Более 20 лет проработала волонтером, доцентом Государственного музея Лос-Анджелеса. Мой творческий путь наверняка наиболее интересен знакомством со многими замечательными людьми, которые мне встречались на нем и которые помогли мне формироваться не только как писателю, но и как человеку. Первой встречей было знакомство с актрисой Ириной Цивиной, вдовой Евгения Александровича Евстигниева. Мы с ней очень подружились, она поверила в меня и была инициатором выхода свет моих первых двух поэтических сборников. Мои стихи увидел маэстро Константин Арбелян и предложил мне написать песню. Мы написали с ним три песни. В свою очередь он познакомил меня с большим русским поэтом Риммой Федоровной Казаковой, которая взяла меня под свое широкое литературное крыло, и я стала одной за ее литературных деток. Именно Римма Федоровна задала очень важный вопрос для меня, насколько серьезно я хочу заниматься литературой. И посоветовала мне поступить на заочное отделение литературного института имени Горького в Москве, и посоветовала мне наиболее сблизиться с московской литературной средой. Почему я рассказываю о всех этих замечательных людях? Потому что, помимо того, что они были весьма успешны сами по себе, они научили меня очень важному жизненному качеству эмпатии. Вовлекаясь в мою тогда еще судьбу молодого поэта, они научили меня быть очень благодарной и ценить творческую взаимопомощь. После ухода из жизни Риммы Федоровны, я посвятила ей книгу многоточий, а основала премию «Начало» при Союзе писателей Москвы, которая носит ее имя уже более 11 лет, ежегодно вручается в Москве. Память же маэстро Орбеляна посвятила книгу «Две жизни», за которую получила премию Всемирного армянского конгресса и Союза армян России. Еще одной важной встречи в моей жизни было знакомство с председателем Союза Армении, поэтом-журналистом Ливоном Ананьяном, который собрал армянских писателей диаспоры, разбросанных по всему миру вокруг Союза писателей Армении. И он явился инициатором перевода моих книг на армянский язык. После его преждевременной кончины я основала премию при Союзе писателей Армении, которая также носит его имя и вручается молодым писателям. В этом ключе я хочу сказать слова благодарности Евразийской творческой гильдии, потому что она соединяет творческих людей, живущих на разных континентах и представляющих разную культуру. Очень важный для моей жизни и творчества идея. Большое спасибо. Еще раз всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!